Любители сториз, мы уже едем в гараж к Лиму, значит, смотреть на его раллийную тачку, на его раллийные жигули, а потом и тестировать ее. Поэтому сегодня день насыщенный у нас. Сообщение местных ребят, которые спрашивают, будет ли встреча. Ребят, всем отвечаю, что встреча, возможно, будет, но если мы закончим работу, мы все-таки сюда по делу приехали. Поэтому как получится, я напишу тогда попозже. Лимуевские жигулисты настолько суровые, что делают себе гараж прямо в огромном цеху утилизационного металлообрабатывающего предприятия. Супер-Элли перестала делать вот эти покрышки. Ну вы поняли, да, как у нас утро начинается? С правильных машин и с правильных шин. У нас выглядит гоночный салон. Раллийные пятерки. Самый главный рычаг находится вот здесь. Это секвентальная шестиступенчатая кулачковая коробка передач. Стаковская приборка. Специально для Антохи Малышева. Антох, зацени, как продакт-плейсмент сделан. То есть это не просто так интегрированы банки. Они закрывают по техкому бачки амортизаторов. Стиль, да? Реальные гоночные раллийные жигули. Максимально все закрыто. Выхлоп. Мост мощнецкий от Вольво. Подвеска. И поэтому я сейчас просто в перерывах, пока ребята тут готовятся, снимаю чуть-чуть сториз. Ну все, мне уже пора снимать. Все, давайте, до встречи. Случаем на тесты. Место, конечно, очень эпичное. Там варят грузовики, лежит металл. Цех огромный. Раллийная жигули. К высоту мы приехали. И сейчас здесь попробуем, что такое настоящие раллийные классические жигули. Одеваем 16-й боевой шип 4,5 мм. Прогреваем машину. И скоро поедем дубасить. Прогревочный. Снимать сториз я вам, к сожалению, не смогу. Но потом могу показать, что сняли. Работает. Но мы идем с Климом пешком. Я не был в руле. Я просто сидел рядом. Но во время одного из поворотов что-то хрустнуло у нас. Завоняло трансмиссионкой. И сейчас будем разбираться. Тот самый Вольфовский мост, который ты нахваливал. Который никогда не ломался ни у кого. Сколько поколений финнов уже этих, мне кажется, мосты там ходят по... Передают дедушке. Угадайте, что это за диски. Никогда не догадаетесь, от какой машины. А дела все мутятся. Привез запчасти на Аристо. И немножечко резины. Сейчас все поставим, все сделаем. Скоро Аристо будет у нас... О, она там висит. Дрифтовать. К сожалению, не получилось у нас с вами встретиться. Возможно, я еще окажусь в Кирове в следующий раз. Съемка у нас затянулась. Пора домой. Дома ждут много дел. Вот, поэтому в следующий раз. Стало принято подписываться на Ролистов. Первым был Генн Обраславский. Но следующий не менее крутой парень. Это Клим Бойков. Спасибо ему огромное. Спасибо. Спасибо большое, Клим. Спасибо вам, что приехали. Спасибо моему мосту. Создал повод, что создал работу для меня. Потому что не бывает такого, что машина готова за неделю на гонки. Ну, неправильно. Неправильно. Понимаешь? Через два дня гонка, а у нас сломаный мост. А все бы хорошо было. Да, сломаный мост. Вот сейчас все по спортивному мосту. Снова наш с вами любимый трансфер в аэропорт. Точнее, не в аэропорт, а из аэропорта до самолета. Ой, какой дилижанс. Здрасте. До Гальянова едем? До Гальянова едем? Соточка. Евро? Евро. Москва, это ваше чувак. В фильмах ездит по утрам чувак, который развозит на велосипеде газеты или молоко. Я думаю, ребята из Крамора очень порадуются с утра, потому что я привез им редуктор на Белугу. Работу. Ого, свежий редуктор. Интересно, что же нас ждет? А ждет их с утра заварка его. Я сейчас в следующий сториз покажу, зачем я его так срочно привез. Огонь, да? Сейчас переверну еще. Вообще кайфы. Естественно, набрал нашим друзьям и партнерам в Turbo Japan. Естественно, редуктор у них оказался в наличии. Я его забрал. Степа, точнее, его забрал. Я его сейчас довез в Крамор. А сейчас еду спать спокойно уже. Продолжение следует...